Ровно полгода исполняется сегодня с тех пор, как в Кыргызстане сменился президент. Местные эксперты уже подводят первые итоги правления Суромбай Джеймбекова. Он с самого начала считался преемником предыдущего главы государства, так что ожидалось, что ближайший соратник, друг Алмазбека Атамбаева, продолжит политику своего предшественника. Но спустя несколько месяцев после инаугурации Суромбай Джеймбеков круто изменил риторику, а потом взялся за дело. С высоких постов сняли всех ключевых людей Атамбаева, а некоторых из них даже начали вызывать на допросы в Госкомитет нацбезопасности. В ответ экс-президент Атамбаев обвинил Джеймбекова в скандальной аварии на Бишкек-Скать-ТЭЦ. Между бывшими друзьями началось настоящее противостояние. Это, пожалуй, один из самых ярких моментов шести месяцев президентства Суромбай Джеймбекова. Отдельно можно остановиться на борьбе с коррупцией, одном из главных пунктов в предвыборной программе президента. Об этом он сам потом напомнил на заседании Совета Безопасности. Поэтому сразу после громкой речи Джеймбекова кыргызстанцы стали ждать, когда же власти начнут реально сажать коррупционеров. Команда бывшего президента, между тем, обвиняет власти в политическом преследовании. Там считают, что правоохранительные органы избирательно подходят к некоторым делам. Так что же происходит на самом деле? Начал ли Джеймбеков борьбу с коррупцией? Чем вообще запомнились первые полгода его президентства? Об этом более детально мы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях эксперт по государственному управлению Алишер Мамусалеев. Алишер, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте поговорим более детально. Вот чем запомнились прошедшие полгода Суромбай Джеймбекова на посту президента? Что было и как стало? Вот можете рассказать. Да, в средствах массовой информации мы можем наблюдать некое противоречие так называемого преемника Суромбая Джеймбекова с экс-президентом Атамбаевым. Но если на все посмотреть с высоты птичьего полета, мы можем обнаружить, что базовые принципы построения государства остались в принципе прежними. Я хочу напомнить, что перед уходом экс-президент Атамбаев внес изменения в Конституцию, где усилил полномочия премьер-министра и авторы этим самым хотели перенести точку принятия решения из седьмого этажа в аппарат правительства. Но мы видим, что прошло шесть месяцев и президент до сих пор остается доминирующим политиком, который в принципе определяет внешнюю и внутреннюю политику государства. Что еще не изменилось? Мы видим, что дорожная карта, так называемая национальная стратегия устойчивого развития, автором которой является Алмазбек Атамбаев, программа ТАЗАКООМ, проекты так называемого цифрового продвижения «Лунный город», они в принципе остались базовыми для программы правительства. Мы знаем, что каждый глава государства имеет свое видение и свою стратегию, и по всей видимости это в перспективе мы можем увидеть какие-то изменения вот таких, этой дорожной карты. Что изменилось? Конечно, изменилась, мы видим риторика президента, это раз, мы видим, изменилась внешняя политика. Президент в первых своих инициативах произвел, ну, такой вояж Центральной Азии и стратегическим партнерам это Турция, Китай, Россия. Это очень сильно, конечно, отличает его от Атамбаева. Ну, здесь понятно более-менее. Давайте немножко про коррупцию, про которую Царумба Джейбеков много говорил. Как вы думаете, началась ли настоящая борьба с коррупцией или этот режим также по-прежнему когда-то просто вот использует эту вывеску для борьбы с оппонентами? Как вы думаете? Я считаю, что вообще, ну, вот этот проект нейтрализации коррупции, он имеет два составляющих. Первый, это, конечно, нейтрализация своих политических оппонентов. Второй, это некий такой объединяющий фактор, когда все пытаются объединиться против кого-то, да? Сегодня мы видим и гражданское сообщество, и оппозиция, и те люди, которые поддерживают действующего президента, объединились вокруг того, чтобы апеллировать Атамбаеву. Ну, эта стратегия, она недолгосрочная, она имеет свои рамки, поэтому что будет дальше, это покажет время, да? Ну, вот смотрите, получается, то есть мы по-прежнему видим, как ГКМБ, Генпрокуратура продолжает действовать по отмашке из администрации президента, так же, как и при экс-президенте. Так ведь получается? Совершенно верно. И ГКМБ, в принципе, действует по тому же принципу, что и действовал при Атамбаеве. Сегодня, да, мы видим некую такую самостоятельность, когда это касалось депутатской комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ, мы видим вот по кандидатуре выдвижения судей, Верховный суд, но как долго это продлится, я, как бы, говорить не могу, но позитивные моменты, конечно, есть. Мы видим первый позитивный момент, это, конечно, риторика Сурумбая Джеймбекова. Там, к счастью, отсутствуют эмоции, отсутствует вот это мое личное отношение к этому, и Сурумбая Джеймбеков часто говорит, как лидер страны. Это, конечно, какие-то надежды дает для того, чтобы все-таки мы будем поступательно двигаться. И Сурумбая Джеймбеков все-таки он больше консервативен, если сравнивать его с Атамбаевым. Я имею в виду консервативный, в хорошем смысле этого слова. Для нас, мне кажется, сейчас именно нужно немножко, как бы, остановиться и вернуться на землю, да? Алишер, большое вам спасибо. Всего доброго. Спасибо.